Сегодня мы немного повеселимся. 25 фактов о стиле, которые большинство мужчин не знают. Что ж, сегодня мы с вами поиграем в игру. В то время, пока я буду рассказывать об этих 25 фактах, я хочу, чтобы вы сразу писали в комментариях, с какими фактами вы не согласны. Лично я не согласен со всеми. Конечно же, мы провели исследования, и некоторые из них кажутся спорными. Ну что, сейчас мы это все выясним. Факт номер один. Пуговицы были изобретены на 3500 лет раньше, чем отверстия для них. Когда у них не было дырок, они использовали петли, чтобы застегивать вещи. Следующий факт о стиле. На мужской одежде пуговицы находятся справа, а на женской одежде слева. Кто-то говорит, что это было необходимо, если вдруг мужчине понадобится достать оружие. Но на самом деле это так, потому что женщин одевали служанки. Поэтому пуговицы на противоположной стороне. Следующий факт объясняет, почему на жилетках и на пиджаках мы не застегиваем нижнюю пуговицу. Это уходит в прошлое к королю Эдварду Седьмому. Он был такой широкий, что не мог застегивать нижнюю пуговицу на своих пиджаках и жилетках. Поэтому другие подумали, хорошо, раз король так делает, давайте тоже так будем делать. И это стало трендом в моде. Даже современные пиджаки и жилетки сконструированы так, что на них не надо застегивать нижнюю пуговицу. Это ведет к следующему факту. Пуговицы, которые сделаны, чтобы быть не застегнутыми, называются холостыми. И зачем нам нужны пуговицы на рукавах? Фридрих, великий король Пруссии, подумал, что хорошо было бы иметь пуговицы на рукавах, чтобы солдаты перестали вытирать ими носы. Еще один интересный факт, почему люди называют это хирургическими манжетами. Потому что у вас есть пуговицы и вы можете их расстегнуть. Так делали хирурги во время боя. Они закатывали рукава, чтобы не испачкать их. Да, хирурги на поле боя ходили в пиджаках. Если вы изучаете историю, тогда, возможно, читали, что отец-основатель Пуритан считал пуговицы грешными. Если вернуться на пару сотен лет назад, то пуговицы считались признаком достатка. Их часто делали из дорогих камней или украшений. И Пуритане считали это не вписывающимися в рамки скромного одеяния. Хорошо, господа, следующий факт основан на исследовании. Если вы носите часы, то меньше шансов, что вы будете опаздывать, потому что вы более осознаны в отношении времени и с тем, что происходит вокруг вас. Давайте поговорим о кармане для билетов. Он находится с правой стороны пиджака или блейзера. Они обычно маленького размера. Их сделали для того, чтобы хранить там билеты. В большинстве пиджаков и курток мы видим встроенные карманы. Это когда карман входит внутрь материала. Но иногда можно увидеть и накладной карман. Такой карман пришивается сверху материала. Большинство карманов будут расположены горизонтально. Иногда можно встретить карманы, которые имеют скос вниз. Такие карманы называются жакейскими. Когда ты скачешь на лошади, то в такой карман проще попасть рукой и вытащить что-либо из кармана. Иногда на кэжуал-рубашках можно встретить такие штуки, как эпалеты. Это дополнительный слой ткани на плече, на который помещали знаки отличия. Это показывает, как тесно мужская одежда перекликается с военной формой. А зачем нам рубашка с погонами? Она создает нам визуально плечи. Классический бизнес-костюм не менялся последние сто лет. Да, были изменения в пропорциях, цвета приходили и уходили. Но в целом, концепт костюма не сильно менялся. Спортивные пиджаки называются спортивными, потому что их надевали мужчины, когда или смотрели спорт, или участвовали в спортивных соревнованиях. Зрительские туфли называются зрительскими, потому что их надевали зрители. Когда вы шли смотреть бега, то вы хотели выделиться и показать всем, что это не ваши деловые туфли. Они хороши, но они чем-то отличаются. Следовательно, их называли зрительскими. Аглет – это технический термин для обозначения конца шнурка. Большая часть обуви имеет нечетное количество отверстий для шнурков. Тут их раз, два, три, четыре, пять. Следующий факт – отверстия для шнурков часто неправильно называют ушками. Или люверсы. Для ушек и люверсов используют металл. Обычно так не делают. Это чаще всего просто отверстия в коже. Далее поговорим о протекте, в акторной подошве. Это такая плотная подошва, которая очень прочная. И у которой очень хорошее сцепление. Она была придумана альпинистом. Его звали Виталий Брамин. Когда он карабкался в Альпы, то шесть человек из его команды замерзли насмерть. После этого он придумал такую подошву. Давайте поговорим о дизайне и популярности ковбойских ботинок. Что ж, большинство из них относятся к Голливуду, а не к истории. Если взглянуть на исторический факт, то были западные ботинки. У них не было шнурков, не было каблуков. И они не были высокими. Это уже голливудская история, сделать такой яркий дизайн. Это уже можно продать и масштабировать. Если вернуться к истокам, то да, если вы вдруг выпадаете из седла и у вас нет шнурков, то и ботинки слетали сразу. А каблук помогал вам повысить сцепление. Раз мы заговорили о ботинках, давайте поговорим о Веллингтонских ботинках. Они были придуманы в 1817 году графом Веллингтоном. Он хотел, иметь такие ботинки, в которых можно было бы и на лошади прокатиться, а затем заняться работой, и потом еще и выйти на вечерний променад. Многие из вас оценили бы такие. У большинства людей одна нога больше, чем другая. Берите тот, который подходит для ноги, которая больше. Что ж, это немного странно. То, что британцы называют подтяжками, американцы называют подвязками. Странно, да? А вы знали, что Франклин, помимо того, что он находится на сотенной купюре, был также еще и законодателем моды? Он собрал волонтеров для пожарной части впервые в Америке, и они должны были ходить в форме частью, которой были подтяжки. И это стало достаточно популярным. И подтяжки на самом деле играют важную роль. Мужчины получали их как подарок от женщин, затем они шли и вышивали на них узоры. У Наполеона были шмели, а у Рузвельта были орлы и флаги. Помимо этого, подтяжки еще называли висяшки. Это связано со словом виселица. Короче, я рад, что больше их так не надо называть. Что же произошло с подтяжками, что мы перестали их носить? Это началось в 1893 году, когда в моду вошел ремень. Это было жаркое лето. Настолько горячим, что людям было жарко даже надевать подтяжки. Вот тогда-то все надели ремень и носят до сих пор. В наше время синий цвет считается мужским, а розовый считается женским. На самом деле, 150 лет назад это было совсем не так. Синий был женским цветом, а розовый был мужским, так как он ассоциировался с красным, который считается сильным цветом для мужчин. Откуда взялся стереотип, что мужчины не могут различать цвета как женщины? Так выходит, что 10% мужчин дальтоники, а среди женщин их всего 1%.